Привет друзья! Отечественное оружие уже много лет успешно удерживает звание качественного и эффективного. Вот только далеко не обо всех детищах российского производства известно обывателям. Даже если они являются рекордсменами в определенных позициях. Именно такая судьба постигла модели тульских мастеров РШ-12, также известную как Слонобой. Ее считают самым мощным револьвером на планете. Вот только секретный статус этого оружия не позволяет располагать большим количеством данных о нем. А именно и вовсе не знают о его существовании. РШ-12 расшифровывается как револьвер штурмовой. Был разработан в начале 2000-х годов специалистами филиала Тульского конструкторского бюро приспособления имени академика Шипунова. Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия. Тогда там спроектировали крупнокалиберный револьвер для патрона калибра 12,7 мм. Вот только за 20 лет информации о нем известно совсем немного. Так, на просторах интернета можно найти всего несколько его изображений и компьютерных моделей, которые демонстрируют его необычный, несколько футуристичный дизайн. При этом известно, что выполнен РШ-12 по классической схеме револьвера. Имеет усиленный кожух, ствола, а также оснащен отверстиями для вентиляции. Кроме того, вполне приспособлен для установки лазерного целеуказателя, оптического прицела, фонаря или другого необходимого дополнительного оборудования. Правда, до конца непонятно, каким именно способом происходит замена барабана. Известно также, какими боеприпасами может быть заряженный револьвер, прозванный слонобоем. Речь идет о патронах для крупнокалиберной винтовки пятью видов. ПС-12А, ПД-12 с двумя пулями в одной гильзе. ПС-12 способный пробить легкий бронежилет. Бронебойный ПС-12Б, который под силу уничтожит легкобронированную технику. А также СЦ-130, который первоначально задумывался как патрон для снайперской винтовки «выхлоп». Учитывая секретность разработки, нет ничего удивительного в том, что практически невозможно найти данных о том, как ведет себя РШ-12 в бою. Однако специалисты считают, что оружие эффективно во время штурма зданий и при применении в ограниченном пространстве. Так, его пули не рикошетят от стен. А также выстрелом из данного револьвера легко можно выбить замок двери. Более того, есть мнение о том, что им можно застрелить противника или террориста прямо через стену. Да и само по себе оружие достаточно тяжелое, чтобы нанести серьезные травмы врагу после того, как патроны в нем закончатся. В любом случае, пока что все технические возможности слонобоя достоверно неизвестны. Ведь информация о том, кому на вооружение поставили РШ-12, также не разглашается. Среди предположений относительно этого вопроса чаще всего всплывают версии, что револьвером вооружили спецназ ФСБ и ГРУ. А ведь оружие узкое лицензированное и стреляют редкими патронами. Поэтому большинство родов войск российской армии его вряд ли получат. А с вами был Сергей Малиновский. Здесь только самые интересные факты. Подписывайтесь на канал. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok